И я сегодня очень рад поделиться с вами словом и уверен, что мы, как любящие Бога, Его дети, мы сможем утвердиться еще раз в Его благодати и тех ценностях, которые Он утвердил, установил в Своем Царстве. И если вы помните, то в начале этого года, в январе месяце, я уже поднимал вопрос наших с вами ценностей. И сейчас я хочу продолжить эту тему, потому что я считаю, что ценности Царства для нас, как общины Божьи, и лично для каждого они очень-очень важны. Если ценности Царства не будут нашими ценностями, то я не уверен, что мы совершим путь нашего спасения. Я думаю, что просто нас этот мир увлечет за собой. Поэтому я хочу, чтобы мы не просто были знакомы с ценностями Божьего Царства, но чтобы мы были в них утверждены, укоренены, чтобы мы твердо знали эти ценности. И если быть более точными, то в январе месяце мы с вами говорили о одной из ценностей общины Орхомашеях, это о единстве. Кто помнит? Помнит тот? Ну, слава Богу, есть кто помнит. Но хочу сказать, что помнить хотелось бы, чтобы помнили все, потому что то, о чем мы говорили, это наша стратегия, это наше понимание того, как мы строим это единство в общине Орхомашеях. И мы, ее члены, мы должны понимать, как мы это делаем. Но нам также важно понимать, что когда мы говорим о единстве, надо понимать, что единство, как ценность, она не появляется в нашем сознании или вообще в нашей общности, не появляется на ровном месте. По сути, по своей плотской природе мы все эгоисты. Ну, мы, конечно, измененные, преображенные Богом, уже не такие, но по-любому эгоистический момент в человеке присутствует. Поэтому сам Всевышний, понимая это, Он заложил в нас основание нашего единства. Для всех верующих этих основанием является вера в Мессию Израиля, в Ишуаха, Мшеха, а также знание духовной истины, что все рожденные свыше люди уже соединены воедино в Его теле. Но тут, как говорится, есть и вторая сторона медали. Единство же, конечно, достигается путем нашего с вами ответа на уже существующую истину. Для того, чтобы истина духовного мира стала реальной в нашей с вами жизни, нам необходимо выполнять определенные условия. Какие же это условия? Во-первых, единство должно быть для нас ценностью. Потому что если оно не будет для нас ценностью, то мы будем не готовы в него вкладывать ни наши силы, ни наше время, ничто не будем готовы в него вкладывать. Во-вторых, мы должны понимать, на основании чего мы строим и каким образом мы собираемся строить наше единство. И я говорю сейчас о фундаменте и стратегии или видении, без которого тяжело вообще что-либо построить. Если мы не понимаем, на чем мы строим, если мы не понимаем, как мы собираемся строить, то вряд ли мы что-либо сможем сделать. И если с первым для нас все понятно, потому что, в принципе, концепция единства, она проходит через все Писание. Мы видим, что, по сути, Бог обращается к народу, что подразумевает уже какую-то общность, какое-то единство. То со вторым все немножечко сложнее. Без понимания определенных библейских истин, как я сказал, нам тяжело будет построить единство. Поэтому нам необходимо строить уже на заложенном Богом основании и прилагать определенные наши усилия. Это есть наш ответ, придерживаясь уже сформированной нами стратегии. Давайте начнем немножко со стратегии, чтобы разогреть нашу память. Потому что подняли руки, помнят немногие, поэтому я повторю еще раз. Единство общины в Орхом и Шеях мы строим на четком видении. И именно это четкое видение, оно формирует жизнь и единство в нашем обществе. Далее единство мы строим через людей, которые принимают это видение и которые готовы вкладывать свои силы в его исполнение. Ну и, конечно же, неотъемлемой частью нашего единства является взаимное вдохновение, когда мы вдохновляем и вдохновляемся от служения друг друга. И это я коротко сказал о нашей стратегии, и об этом мы говорили с вами в январе месяце. Сегодня же я хочу продолжить эту тему единства, чтобы как можно полно ее раскрыть. Ведь единство новозаветной общины – это нечто большее, чем то, о чем я говорил сейчас и о том, о чем говорил в январе. Единство в Священном Писании – это не только наше понимание единства, это не только наша стратегия. Для начала давайте посмотрим на главный перегиб, который кардинальным образом он влияет на вопрос формирования единства. Этим перегибом является личностный аспект спасения. Когда мы больше уходим в личностный аспект спасения, то это является перегибом, который уводит нас от единства. Да, Писание показывает, что Бог спас лично каждого из нас. Писание показывает, что Он искупил каждого из нас, что Он оправдал каждого из нас. Но Он это сделал для чего? Чтобы я стал частью Его народа, чтобы я стал частью Его семьи. Мы, друзья, мы не одиночки. Мы не так. Бог спас нас, все. Ты спасен и иди. Знаете, в миру, если человек уверяет в Бога и никуда не ходит, остается сам, то на него смотрят, как будто у него, извините, не все дома. И это не просто так, потому что подразумевается, что некое общество, некое единство, некое собрание, когда человек соединяется с Богом. Потому что соединившись с Богом, он соединяется и с Его народом, став частью Божьей семьи. И да, для Бога важен лично каждый из нас. Для Него важна лично моя судьба. Для Него важна лично моя святость. Для Него важна лично моя праведность. И этот список важностей можно продолжать и продолжать. Но именно потому, что каждый из нас лично важен для Бога. Он спас каждого из нас. И Он сделал нас частью Своего народа. Потому что мое личное спасение я не могу совершить в отрыве от тела Мессии. Невозможно этого сделать. Знаете, есть поговорка «один в поле не воин». Ее можно перефразировать и сказать «один верующий неверующий». Потому что если ты уверовал, то твое естество будет тянуться в общество тебе подобных. И это и есть Божий замысел. Это Он определил это для нас, чтобы я был частью Его народа. Давайте вспомним призвание Авраама. Что было первое, что обещал Ему Всевышний? Первое обетование – произвести от Него народ. И Бог захотел этот народ провести для кого? Для себя. Для себя, для того, чтобы мы имели общение с Ним и имели общение друг с другом. И именно общение на греческом языке, это слово кайнония, является ключевым понятием в Писании, которое отображает жизнь Божьего народа. И именно кайнония, вот это вот общение, формирует единство внутри этого народа. То есть наше с вами единство. Но сегодня, друзья, мы живем во время, когда враг человеческий душ, когда внешние вот эти обстоятельства, они влияют непосредственно на нашу общность. Пандемия и меры по ее распространению, они влияют некоторым образом на общение Божьего народа. Мы сегодня где-то ограничены. Мы не можем собраться всей общиной. Получается, что по карантинным мерам наша община, мы разделены на такие периоды, и получается, что в принципе только раз в месяц мы можем попасть на собрание. Так же самое мы ограничены в приходе нашем на молитву. И это все влияет на наше общение. И в данной ситуации мы можем видеть, что некоторые верующие уходят в такое состояние полного онлайна. Мы делали онлайн служение, и сейчас у нас идет онлайн служение, чтобы люди, которые не могут прийти на собрание, они видели и участвовали в этом общении. Но некоторые верующие уходят в полный онлайн, вообще ограничивая себя от общения, физического общения с другими верующими. И даже тогда, когда карантинные меры, они послабевают, они по-любому почему-то уже не могут или не хотят из этого онлайна выйти. Конечно, проще, ты включил себе гаджет любой, можно выбрать любого проповедника, любую проповедь, любую тему, можно общаться с кем хочешь. Все, в принципе, если кто-то тебе что-то неудобное говорит, можно просто-напросто отключить телефон, перестать переписку делать. И это реальность нашего времени, но тем самым люди отделяют себя от библейского общения. И, к сожалению, такие люди, они очень часто говорят, что мы имеем общение с верующим, наша кайнония, она не нарушена. Но я скажу, что библейская кайнония, библейское общение, это нечто большее, чем просто переписка в Айбере. Это нечто большее, чем разговоры по телефону, пусть даже на духовные темы, пусть это с часовой молитвой. Библейская кайнония, это больше, чем это, друзья. Хочу обратить наше внимание еще на один перегиб нашего времени. Этот перегиб связан с чрезмерным желанием сохранить общение любыми силами. Вот любыми мы будем прилагать все наши человеческие желания, чтобы сохранить кайнонию. Мы будем придумывать стратегии, методы, друзья. И я скажу, что моя вот эта проповедь, она как раз родилась в дополнение к той проповеди, потому что, если оставить ту мою проповедь одну, то невозможно построить единство только лишь на стратегии. Только лишь на видении мы не построим единство. Давайте посмотрим, что говорит по этому поводу, по поводу общения священное писание. Апостол Иоанн писал в своем первом послании, это первая глава, сначала там с третьего стиха. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном его, Ишуа Мессии. И далее с пятого стиха он говорит уже о плохой вести и говорит, и вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Ишуа Мессии, сына его, очищает нас от всякого греха. Очень хорошо нам известный текст. Возвещая благую весть, Иоанн в нескольких стихах четыре раза использует слово кайнония. Тем самым мы видим, что Дух Святой, Он хочет показать нам нечто важное, очень важное, я бы сказал, что-то фундаментальное. При этом Иоанн в этом контексте утверждает удивительные слова, что очищение от греха, оно напрямую связано с нашим с вами общением. То есть апостолы утверждают, что вне тела, вне общения не может быть очищение греха, а следовательно и спасение. Да, конечно, Бог богатый милостью, Он спасает человека и на смертном одре, Он может это сделать и любым другим методом. Но если после обращения к Богу человеку отмерен путь жизни, то его спасение, оно связано с телом Мессии. Вне тела не может быть этого спасения. Я имею в виду при том, что Богом человеку отмерен путь жизни. И если мы говорим, друзья, о общении и единстве, то это взаимосвязанные слова. Я бы сказал, даже это взаимозаменяемые слова. Потому что без общения не может быть единства. И также без единства не будет никогда действительно братского общения в среде Божьего народа. Давайте теперь совсем немного уделим внимание самому слову кайнония, общения. Оно имеет несколько значений, которые более полно раскрывают смысл вот этого библейского общения, а следовательно, и единства. Очень интересные. Я читал, когда текст, и разбирал его, очень интересные значения. Хочу поделиться с вами. Первое значение – это взаимоотношение, соучастие, связь. Другими словами, можно сказать, что жизнь Божьего народа – это определенным образом построенные взаимоотношения. И определенным образом это значит, что эти взаимоотношения построены на вере в Ишуа Мессию и на его ценностях, на ценностях его царства. Ведь мы, друзья, с вами знаем, что есть множество организаций, где прекрасные взаимоотношения. Они действительно хорошие. Я скажу, что я знаю реально, где нехристианские организации очень взаимоотношения четкие. Есть чему даже поучиться, но при всем при этом из-за этого они не становятся Божьим народом. Божьим народом, взаимоотношения Божьего народа, они основаны на вере и на ценностях царства. Второе значение слова «кайнония» – это брачная связь. Тоже очень интересное значение. И оно утверждает глубину наших с вами взаимоотношений. Смотрите, я уверен, что мы знаем, что Божья община, она обручена единому мужу Ишуа Мессии. И тут слово «кайнония», оно показывает глубину как нашей с вами близости с Господом, так и глубину нашей близости друг с другом. Третье значение – это общность. Понятие, которое является, я считаю, фундаментальным для нас. Вся жизнь Божьей Кигелы, она построена на общности. И это понятие утверждает или подразумевает существование в Божьем народе вот этих неразрывных взаимоскрепляющих связей. Есть между нами что-то, вот какие-то связи, которые неразрывные, они невидимые, но они могут быть только в обществе, рожденных свыше людей, в обществе Божьего народа. Четвертое значение слова «кайнония» – это пожертвование, подаяние. И это, в свою очередь, показывает нашу связь на всех уровнях нашей жизни. Не только на духовном. Ну, я не люблю разделять духовное, материальное, но здесь я скажу, чтобы мы более понимали, что не только связь наша на духовном, но и на материальном уровне. Всей жизни, целиком, потому что наша жизнь, она неделима. Мы, верующие в Вишу, мы не делим жизнь на духовную и материальные части. Это чистой воды дуализм, целостная жизнь. Поэтому на всю нашу жизнь, но значение интересное – пожертвование, подаяние. Теперь давайте посмотрим более детально, на чем, согласно Священному Писанию, строится наше единство, наша общность. И, исходя из значения вот этого слова «кайнония» и нашего с вами великого поручения, которое мы имеем от самого Мессии, можно сказать, что наше единство, оно строится на правильных взаимоотношениях в среде Божьего народа. Оно обусловлено партнерством в достижении Божьих целей, потому что мы призваны для того, чтобы проповедовать Евангелие Царства, распространять Евангелие Царства. И оно охватывает все стороны нашей с вами жизни, а именно как духовные, так и материальные нужды. Но говоря о жизни Божьей общины, следует понимать, что общность Божьего народа не является причиной для формирования единства. Другими словами, Бог не отделил нас от этого мира, чтобы мы имели просто общение друг с другом и исполняли Его волю на этой земле. Это не так. Он отделил нас от этого мира, чтобы мы имели общение с Ним в первую очередь. И на основании этого уже общения, этой канонии, мы формировали наши с вами взаимоотношения и наше с вами единство. На основании наших взаимоотношений с Богом. Поэтому правильнее будет сказать, что наше единство – это следствие нашего единства с Господом. Мы никогда не построим действительно настоящего библейского единства, если не будем иметь общение с Богом. Я не смогу никогда стать частью, действительно не номинально назваться, что я член общины Орхамашиер, а быть, гореть для этого тела, служить Ему, если я не буду иметь общение с Богом. Потому что единство строится на основании единства с Богом. Именно поэтому Иоанн в начале своего послания говорит, это третий стих, то, что я прочитал, о том, что мы видели и слышали, «Восвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Ешо и Мессией». Иоанн говорит, что в основании всего лежат взаимоотношения с Богом. Иоанн, иоанн, и другие апостолы Божьи, они хотят своим примером научить нас не просто истине, они не просто возвещают нам истину, а они показывают своим примером, чтобы мы имели общение с Богом, какое общение было у них. Эту же идею общения с Богом утверждает и Рав Шауль. 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение в Кайнонию Сына Его Ешоа Мессии Господа нашего». Друзья, мы призваны ись мы в чудный свет Божий не для того, чтобы только жить в этом свете, но чтобы иметь общение с нашим Господом и Спасителем. А это значит, что у нас должны быть с Ним, с Ним в первую очередь, определенным образом построены взаимоотношения. Это значит, что между нами с Ним есть некая брачность как связь. Это наш завет с Ним. Это значит, что у нас есть уже общность, потому что Писание говорит, что Он лоза, а мы ветви. И это говорит, что мы уже что-то общее. Между нами есть эта общность. И также это и пожертвование. Потому что не может быть нашего общения с Богом, если мы не будем готовы возвращать Ему то, что принадлежит Ему. Я имею в виду сейчас наши десятины. Мы не можем быть в общении с Ним, если я не готов вкладывать свои финансы в созидание Божьего Царства. Как это у нас получается? У нас все общее, а деньги – это мои. То, что у меня есть – это мое. Это неправильно. Я скажу, что нам важно понимать, что именно общение с Богом является основанием для жизни всякого верующего человека и всего народа в целом. Как я уже говорил, каждый человек, который действительно рожден от Бога, он уже пребывает в единении с Мессией. Потому что в момент нашего обращения к Богу мы соединились с Ним уже посредством завета. Да, человеку впоследствии необходимо исполнить всякую правду и пройти водное погружение. Да, Богу обещание доброй совести. Но уверовав, мы уже становимся соединенными с Ним. Потому что благодать Божья, она оживляет наш мертвый с вами дух. И дух Божий поселяется в наших сердцах. И это является нашим основанием общения со Всевышним. Простите. Это одна часть. Но присутствует вторая часть, которая утверждает, что в этом единении с Мессией необходимо пребывать. В нем надо пребывать. А это значит, что недостаточно просто нам с вами понимать, что мы соединены с Богом. Нам необходимо иметь активную часть в этом единении. Поэтому Рав Шауль, он утверждал в Колоссянам 2 глава 6-7 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением. Ходите в Нем, будучи укорены и утверждены в Нем. Для нас важно оставаться со Христом, оставаться с Мессией и ходить, пребывая в Нем». Что же значит пребывать в Нем? Сегодня это очень актуальный вопрос для нас верующих. Очень часто мы думаем и с вами, что пребывать в Боге, это значит пребывать в Его Слове, в изучении Его Слови, пребывать в молитве, это значит пребывать в Боге. Но чтение Слова, друзья, наши молитвы, это всего лишь основные средства, с помощью которых Руаха, Кодаш, Он передает нам с вами жизнь самого Мессии. Пребывать в Боге это нечто большее, чем просто читать Слово. и молиться. Это значит постоянно с верою взирать на Мессию, при этом понимать, что только Он является источником моего освящения, которое Он производит через Своё Слово. Только Он привлекает меня к Себе, открываясь в молитвах. Только Он является источником моей жизни. Пребывать в Боге это значит полностью отказаться от уверенности в себе и в своих силах и всецело возложить своё упование на Него. Именно это является пребыванием в Боге. Не так, что я буду читать Слово, я буду молиться и тогда я стану ближе к Богу. к Богу. Нет! Я читаю это потому что я хочу, но я верю и уповаю на Него, что Он приблизит меня к Себе, что Он осветит меня через Своё Слово, что Он преобразует мою жизнь. И сегодня я как пастор, друзья, хочу предупредить вас, всех нас, не вас и себя, в первую очередь себя, что лично каждый из нас и мы как община, мы не сможем своими силами через какие-то может быть наши проекты, через какие-то наши служения мы не сможем добиться успеха в своей жизни служения на Неве Божьей. Я хочу предупредить нас, предостеречь нас от мысли, что мы сами своими силами никогда не сможем построить единство в общине Орхамашиев. Этого не произойдет, потому что Слово Божие говорит тот же Иоанн говорит, Иоанна 15 глава 4 стих, как Гвет не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Поэтому я повторю еще раз, что для того, чтобы иметь успех на Неве Божьей, нам необходимо оставить уверенность в своих собственных силах, в своей собственной мудрости, в своих собственных знаниях, а нам необходимо взирать на Ишуа в поисках его силы, в поисках его мудрости, в поисках его знаний, стоя с верою на твердом факте, что мы пребываем в нем, а он пребывает в нас. И только лишь имея кайнонию, вот это вот общение с Богом, мы сможем иметь и строить действительно библейское общение друг с другом. Только тогда жизнь и единство Святой Троицы будет отображаться в нашей с вами жизни. Тогда будет проявляться единство Божие будет проявляться в нас. И эту часть своего послания я хочу закончить словами Равшауля, это 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Он говорит прекрасные слова, я думаю, слова, которые должны быть девизом для всех нас. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Сегодня каждый из нас нуждается в этом единении, нуждается в этом и вся Божья община в целом. Теперь давайте, друзья, немного поговорим об общении внутри Божьего народа. общение, которое вытекает, должно вытекать из нашего общения с Господом, конечно же. Равшауль говорит римлянам 12 глава 5 стих. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь для другого члена». Божья истина утверждает тот факт, что все верующие уже соединены в Его теле, то есть в общине Ишуа Мессии. А это значит, что мы с вами взаимно принадлежим друг другу. Я принадлежу вам, вы принадлежите мне, и каждый из нас, мы все вместе принадлежим всем остальным членам тела Мессии. Это объективная реальность, которая основана на Божьем Слове. А это значит, что если мы принадлежим друг другу и все вместе принадлежим Господу, то жизнь самого Машеха, она должна перетекать в нас от одного к другому, формируя в нас вот эти вот взаимоскрепляющие связи, которые приводят к единству. Не наши усилия, а жизнь самого Ишуа, перетекающая в нас. Наши усилия это ответ, это наш ответ, как я сказал, на то, что мы уже имеем. Нам также очень важно не забывать, что мы братья и сестры. Да? Как прекрасно осознавать, что сколько у меня братьев и сестер. Даже в нашем вот такой жизни с нашими покрови, родными братьями и сестрами, да, если они где-то далеко, мы как-то не сильно уже, ну, есть у меня брат или сестра, но не так это чувствуется, но когда они рядом, мы встречаемся, это совсем другой уровень, это совсем другой уровень отношений. И мы братья и сестры, большой Божьей семье, а это значит, что среди нас с вами должна быть близость, не только физическая, но некая духовная близость у нас присутствует. И поэтому на основании нашей принадлежности друг к другу в Ешуа Мессии эта близость, она не только должна быть как факт, она должна проявляться, она должна быть видимой. И когда она проявляется, то как раз можно сказать, что мы едины. Можно сказать, что единство, оно становится видимым и реальным. каким же образом проявляется наша близость, друзья? Близость проявляется во взаимной заботе друг о друге. В 1 Коринфянам 12 главе написано с 24 по 27 стих. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенным большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, опор члены. Поэтому если из нас кто-то проходит с вами, из нас с вами кто-то проходит тяжелые времена, это не повод для пустых разговоров. О, сестричка согрешила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Такая ж была хорошая сестричка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, это не повод так себя вести. Это не наш метод. Это повод на наш метод. молитва. Это достижение любовью. Это увещевание. Это где-то может быть обличение. Но ни в коем случае не пустые разговоры. Так что если кто-то поднимается в служении, тоже не повод для зависти. Ой, какой братик стал духовный. Да? Лети, лети, голубок, мы те крылышки-то подрежем. Да? Нет, это тоже не наш метод. Наша часть радоваться успехам друг друга. Наша часть принимать участие, а радость вот как в семье. Я прихожу домой, говорю, Ирина, я там добился такого-то успеха. Она говорит, молодец, я так рада за тебя. Она же не говорит, опять он хвастается. Не говорит же-то. Потому что она меня любит, потому что у нас есть единство, мы одноплоть, и она радуется за меня. Так и должно быть среди нас. Радость друг за друга, радость успехам. Радуйтесь радующимся, плачьте с плачущим. Это наш удел, друзья. И для нас важно участвовать жизни друг друга во всех ситуациях, проявляя искреннюю братскую заботу друг к другу. А это будет происходить при еще одном элементе единства. Я говорю сейчас о взаимном почтении. Взаимное почтение, оно украшает нас, оно украшает тело Мессии. Да, сегодняшнее, конечно, мировоззрение современного мира, оно диктует нам индивидуалистическое мышление. Ты и твои желания в центре всего. Нет ничего главнее тебя и твоего комфорта. Но христианское мировоззрение, оно говорит по-другому. Послание филиппийцам, 2 глава, 3-4 стих. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Прекрасные слова Равшауля, которым, в принципе, и добавить нечего. Для нас важно почитать один другого высшим себя, иметь почтение друг ко другу. И, друзья, если мы будем мыслить подобным образом, то среди нас не будет иметь места ни распри, ни зависти, ни обид, ничего худого. Тогда наше общение, тогда наша кайнония будет наполнена Божьей любовью, которая будет идти впереди нас и проповедовать Евангелие Царства, которое мы должны проповедовать нашими устами, но не только нашими устами, а и своей жизнью. Тогда наша жизнь будет идти впереди нас и проповедовать Евангелие Царства. Еще одной из сторон взаимной заботы являюсь, не побоюсь этого слова, обязанность откликаться на материальные нужды друг друга. Евреям послание, 13 глава, 16 стих. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. И тут в сеноидальном переводе используется слово общительность, но в оригинале используется слово кайнония, одним из значений, которое является подаяние, пожертвование. И современный перевод, он более ясно раскрывает смысл этого стиха. я вам прочитаю. Не забывайте также делать добро и делиться с другими. Именно такие жертвы приятны Богу. И здесь имеется в виду не только это слово для даятелей. Нет, мы каждый из нас может быть даятелем. Если у тебя есть 10 рублей, то значит кто-то есть кому нужна всего лишь одна гривна. И ты можешь помочь со своих 10 рублей, ну 10 гривен, я имею ввиду одной гривной. Это для всех слово говорится для всех. Конечно, друзья, мне бы хотелось еще поговорить бы и об обличении взаимном и взаимном назидании, о молитве, но к сожалению у нас сегодня причастие, время подходит к концу, поэтому я буду заканчивать на этом свое послание. Я хочу позвать музыкантов наших, чтобы они вышли вперед и заканчивая хочу сказать нам, всем нам, что дорогие братья и сестры, дух сегодня Божий говорит нам со страниц священного писания, что мы с вами уже соединены в Боге. Это истина. В нем мы уже соединены воедино с Ним и следовательно в нем мы соединены уже друг с другом. Это является основанием наших с вами взаимоотношений, это является фундаментом наших взаимоотношений, то, что мы в нем, мы тело Мессии, мы все в нем. Конечно, я скажу, что мы не всегда с вами можем видеть единство тела, да, иногда мы смотрим и его не видим, но то, что мы соединены с ним, как я сказал, это истина, это истина, которую нельзя провергнуть. Это реальность жизни, если мы во Христе. Если ты во Христе, то ты в нем, а он в тебе. Но должен быть происходить наш ответ на эту реальность. Есть истина, но должен быть наш ответ на эту реальность. Этим ответом является наше общение с Богом и наше с вами общение друг с другом. Этим ответом является наше пребывание в нем когда мы имеем общение с ним то тем самым и декламируем этому миру что бог и наше единство наше единство с ним являются для нас наивысшей ценностью а если нашей наивысшей ценностью является сам бог то следовательно и ценности его царства они являются нашими с вами ценности тогда наша общинская стратегия она будет основываться на этих ценностях и на нашем отношении с богом тогда мы каждый лично имея отношения с нашим творцом будем понимать каким образом мы можем строить единство в общине тогда то единение с богом которое мы имеем посредство нашего общения с ним она будет отображаться в нашем с вами единстве потому что как я сказал ценность его царства это уже наша ценность тогда наша забота друг о друге будет нашей радостью мы будем радоваться от того что мы участвуем заботимся друг о друге тогда взаимное обличение она будет приносить плод исправления тогда взаимное почтение она будет украшать наши с вами взаимоотношения тогда взаимное назидание которое есть среди нас она будет приносить плод и это плод освещения и преображения в облик нашего господа тогда материальная забота друг о друге будет нашим вдохновением потому что вы помните что раф шауль он писал о церкви он горит что плод вашего служения он производит в братьях плод благодарение богу и он говорит о материальном служении это вдохновляет я хочу сказать вам засвидетельствовать что мы как община мы молились за валентину так по кого она в больнице лежала с ковидом и мы помогли немножко финансами насколько мы могли и она ее сердце благодарна богу она сегодня позвонила с утра ирине я хочу сказать еще раз спасибо богу и общине за то что вы помогли мне в тяжелую минуту библейская кайнония общение взаимоотношения соучастие брачные брачные отношения общность подаяние пожертвования вот что наше единство именно это является нашим единством когда мы понимаем то что мы с богом что что он с нами и мы имеем общение с ним и его жизнь жизнь мессии течет от одного к другому через взаимоскрепляющие связи которые построены потому что мы откликнулись мы делаем эти ответы на его божий призыв он нас соединил но есть наш ответ но все это будет друзья происходить при условии что машех стал для нас с вами наивысшей ценностью а общение наше с ним стало для нас приоритетом номер один в жизни и давайте мы встанем на наши ноги и я хочу вместе с вами помолиться помолиться чтобы дух святой он увлек нас за собой чтобы дух божий он привлекал нас к себе чтобы мы пребывали в нем имели действительно жажду жажду общение с ним чтобы мы как были как лань которая стремится к потоком вот так стремится душа моя господу чтобы это жажда она умножалась нас и мы имели действительно библейскую кайна нею библейское общение друг с другом чтобы наше общение она прославила нашего бога ави души вышимая святый израилев бог наш мы бессмертно благодарим тебя за то что ты соединил нас собою больше мы соединили с тобою посредством завета завета вечного и нерушимого больше мы благодарим тебя за то что ты нас всех соединил в себе в теле твое и мы тело твое опороз члены я благодарю тебя бог мой за моего брата и за мою сестру справа и слева господь я благодарю тебя за то что боже они соучастники моей жизни в тебе господь спасибо тебе бог мой я прошу тебя пусть жизнь твоя жизнь самого мессии течет среди нас господь перетекая от одного к другому чтобы мы им божие стабили упование на свои силы на свои знания мудрости но взирали на тебя понимая что ты источник знаний мудрости что только в тебе мы можем построить единство в только тебе мы можем господи быть видимы для этого мира как как делать твое как церковь твоя увенчанная красотою твоею увенчанная славою твоею господи потому что во как но